Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Продолжаю начитывать книгу про Таирею Виктора Потапова «Молчанием предается Бог. Российская Православная Церковь». Вот так брошюра-то выглядит. Третье. Печальные последствия сергианства. От того, что Церковь Божию святотатственной рукой приковала ты к подножию власти суетной, земной, Хомяков. Нам нельзя обойти молчанием позорного участия и в служении культу личности, в кавычках, которые принимали иерархи Московской Патриархии и которой никогда осуждено ими не было. В связи с этим в мае 1988 года, накануне открытия Собора Московской Патриархии, группа русских православных христиан в звездочке дается ссылка, священник Глеб Якунин, священник Энгайнов, Л. Тимофеев, А. Бессмертный, Зоя Крахмальникова, В. Попков, Ф. Светов и В. Борщов. Письменно обратились к патриарху Пимену и епископату с предложением осудить этот грех и дал поклонство. Лучше авторов этого обращения не скажешь об ужасе этого присмыкания перед Сталиным. Вот отрывок из обращений восьми православных христиан к священноначале Московской Патриархии. Кавычки открыты. Восстановленная из руин в конце Второй мировой войны по приказанию Сталина Московской Патриархии активно включилась в воскурение словесного фимиама. Кавычки открыты. Вождю, учителю и другу трудящихся. Кавычки закрыты. Тирану, чьи руки обогрены кровью миллионов невинных страдальцев, в числе которых и сон российских новомучеников. Словами Самвона к верующим, поздравительными телеграммами, приветственными посланиями и даже молитвенными возглашениями в многолетиях, обращенными к самому Господу Богу, кавычках, о державе российской, вожде ее и властях, кавычки закрыты, Московская Патриархия сакрализовала этот культ, в кавычках, молитвенно освящала его, предавая ему религиозную санкцию. Тем самым Московская Патриархия вольно или невольно духовно совращала одних своих чад в смертельный грех и долопоклонство, обличаемого еще ветхозаветными пророками, других в соблазн двуличия, приспособленничество, комфоризма, при этом отталкивая от себя многих из тех, кто был на пути к церкви. Апофеозом служения Московской Патриархии, кавычках, культу личности, Сталин и Вилса, кавычках, кавычки открыты, приветственный адрес вождю народов СССР, кавычки закрыты, поднесенный Сталину к его 70-летию от лица духовенства и мирян Русской Православной Церкви, патриархом Алектием и правящим ипоскопатом, смотрите, журнал Московской Патриархии 1949 года, номер 12. Этот адрес без колебаний можно назвать самым позорным документом, составленным от имени Церкви за всю историю существования христианства, и уж тем более за тысячелетнюю историю христианства на Руси. В то время, как в обществе разрушались моральные и нравственные устои, поощрялись лжесвидетельства, доносительства, отречения детей от преследуемых родителей, жен от арестованных мужей, в то время, как из сознания народа изгонялись понятия милосердия и сострадания, и происходило всеобщее поругание образа и подобия Божия в человеке, епископат Русской Церкви изливал обожествляемую деспоту свои верноподданнические чувства, кавычки открыты, «Нам особенно дорого то, что в деяниях ваших, направленных к осуществлению общего блага и справедливости, весь мир видит торжественно нравственных начал». Кавычки закрыты. Со словами религиозного восторга обращали к Сталину возглавители церкви, подвергшиеся в недалеком прошлом невиданно жестоким преследованиям. Возглавители, многих из которых сами лишь недавно вышли из лагерей, тюрем, ссылок, имевшие полное представление о тяжести и масштабах преступлений против народа, совершаемых в стране. Не нашлось среди современных иерархов митрополита Филиппа, чтобы обличить злодеяния нового Ивана Грозного. Не обрела церковь другого святого старостерпца, в лице которого она выступила бы с мечом правды против силы зла. Единогласно возносила иерархия московской патриархии хвалебные словословия, в кавычках, вождю народов. Шлем вам молитвенное пожелание многих лет жизни на радость и счастье нашей великой Родины, благословляя ваш подвиг служения ей и сами вдохновляясь этим подвигом вашим, кавычки закрытым. Не приближается ли это благословение иерархов по уровню греховности и в то же время по своей религиозной значимости кощунству? Не нашлось мужества отказаться подписать в кавычках приветственный адрес у тех архиереев, кто сделал это вопреки своей воле, в кавычках, страха ради иудейской. Такой отказ означал идти на крест и осуждать этих епископов нелегко. Но вызывает недоумение, что в благоприятное время хрущевской оттепели в кавычках никто из подписавших адрес не покаялся, хотя бы в индивидуальном порядке, тем более, что такое покаяние было бы воспринято с полным пониманием тогдашним политическим руководством страны. Никто из подписавших приветственный адрес кавычках Сталину нет больше в живых. Но вот теперь время благоприятное 2 Коринфянам 6.2 для очищения нашей церкви от греха и долопоклонства. Кавычки закрыты. Вопрос культа личности на соборе рассмотрен не был. На преконференции 9 июня 1988 года по случаю закрытия поместного собора по поводу осуждения культа личности Сталина митрополит Киевский Филарет сказал, что это вопрос политический и не входил в компетенцию собора. Лжесвидетельство неотделимо от сергианства. Лжесвидетельство митрополита Сергия на новомучеников и исповедников российских в последующие годы вторили и патриархи Алексий Первый и Пимен патриарха Алексий Второй несколько лет назад в пору политических арестов, когда по тюрмам и лагерям отбывали сроки заключения сотни верующих и политически заключенных заявил на весь мир кавычки открыты. В Советском Союзе граждан никогда не арестовывают за их религиозные или политические убеждения кавычки закрыты. Джеймс Элис Русская Православная Церковь Издательство Университета Индиана 1986 года страница 426 В год тысячелетия Крещения Руси в Москве в издательстве Прогресс на английском языке вышла книга бельгийского писателя Люда ван Экка В поисках Святой Матушки Руси Книга содержит большое интервью митрополита Петерима По словам митрополита цензура в Советском Союзе не существовала и не существует Звездочка и ссылка дается В этой связи не лишне вспомнить штрих из истории с изданием трехтомного исследования истории русской церкви дьякона Владимира Русака Кавычки открыты свидетельства обвинения церковь и государства в Советском Союзе Узнав существование рукописи этой книги архиепископ ныне интерполит Петерим начал уговорить автора уничтожить свой труд В 1983 в открытом письме 6 Генеральной Ассамблеи Всемирного Совета Церквей Ван Кумери Отец Русак вспоминал «Трудно передать с какой настойчивостью он архиепископ Петерим уговаривал меня полностью уничтожить этот труд Я отказался это сделать И он просто-напросто уволил меня с работы С этого времени начались гонения на дьякона В. Русака дошедшие до того что 27 сентября 1986 года за антисоветскую пропаганду и агитацию статья 70 УК РСФСР он был приговорен к 12 годам лишения свободы Книга Русака все-таки увидела свет Она была издана на Западе в 1987 году Вспомним наш Так Это я под звездочкой прочитал Дальше читаю Издательский отдел которым он ведает всегда мог публиковать все что угодно без ограничений Государство никогда не вмешивается во внутренние дела церкви Кавычки открыты Только в 1917 году после революции церковь получила независимость которой она была лишена со времен Петра Первого сказал митрополит Петерим в интервью данном Люда Ван Экко Новый патриарх Тихон был заклятым врагом социализма Он афемастовал советскую власть и открыто призвал к свержению нового строя силы оружия Священнослужители призывали к вооруженному восстанию Многие из них боролись против советской власти с оружием в руках на стороне белоговордейцев и иностранных интервентов Поэтому их судили за уголовные преступления Социалистическое государство никогда и я хочу подчеркнуть это слово никогда не преследовал нашу церковь или любую иную религию Церковь никогда не подвергалась преследованию за исключением тех священников чья деятельность не имела ничего общего с их церковными обязательствами У Коммунистической партии Советского Союза и у Церкви много общих целей Конечно мы не можем вмешиваться в дела Коммунистической партии и партия тоже не вмешивается в дела Церкви Очень хорошо что эти два главных общественных института государства и церковь мирно существуют и во многих случаях сотрудничают в интересах нашего общего социалистического государства Страница с 13 по 17 Кавычки закрыты Вспомним нашумевший на весь мир секретный доклад 1974 года предназначенный для ЦК КПСС в котором откровенно говорится о полном тогда контроле над Церковью Совета по делам религии Вестник РХД Париж номер 130 1979 и 131 1980 его автор Василий Фуров занимавший в то время пост заместителя председателя Совета поделил церковную иерархию на три категории полностью подчиненных гос-атеизму епископов не совсем подчиненных и умеренно сопротивляющихся попыткам Совета свести на нет влияние и деятельность Церкви В фуровском документе нынешний патриарх Алексий Второй включен в первую категорию Об этой группе Фуров пишет что это архиереи которые и на словах и на деле подтверждают не только лояльность но и патриотичность к социалистическому обществу строго соблюдают законы о культах и в этом же духе воспитывают приходское духовенство верующих реально осознают что наше государство не заинтересовано в возвышении роли религии и церкви в обществе и понимая это не проявляет особенной активности в расширении влияния православия среди населения Вестник РХД номер 130 страница 278 кавычки закрыты Опубликованные другие документы Совета по делам религии Гласность Москва номер 13 декабрь 1987 год в которых идет речь о доносительстве нынешнего патриарха Алексия II на митрополита Крутицкого и Коломенского Пимена будущего патриарха на них Советом по делам религии поставлен гриф доверительно и строго конфиденциально Эти документы известны известна отец Глеб якунин был приговорен длительную сроку с заключением в том числе за то что предал эти документы гласности Этой утечке посвящен один из секретных документов КГБ Письмо от 15 января 1982 года. Заместитель председателя КГБ В. Чебрикова в ЦК КПСС на имя М.В. Зимянина. Об учечке информации из Совета по делам религии при Совете министров СССР. Номер 97Ч. Архивный. Номер ЦК КПСС 01425. Заканчивается сей документ так. Комитетом государственной безопасности параллельно проводятся мероприятия по выявлению канала утечки вышеупомянутых документов за рубеж и установления лиц, причастных к этому. Кавычки закрыты. В ходе выявления канала утечки документов на допросах КГБ отцу Глебу Якунину обещали значительно сократить срок, если он только укажет источник утечки этих документов, что отец Глеб категорически отказался сделать. Сейчас в церковных кругах модно критиковать отца Глеба Якунина за его политиканство. Но ведь не забудем о тех обильных плодах, которые принесли почти 30-летняя церковно-правозащитная и политическая деятельность этого мужественного священника, начиная с его авторства спокойным О.Н. Эшлиманом. Открытого письма 1965 года руководству Московской Патриархии. Конечно, для Московской Патриархии деятельность отца Глеба весьма неприятна, ибо все, что он сделал и продолжает делать, идет вразрез с ее официальной линией. Отец Глеб изрядно поплатился, защищая права верующих из-за критику Московской Патриархии. Сначала более чем 20-летним запрещением священнослужения, а затем приговором к 10 годам лишения свободы. Не лишним вспомнить, что в последнем слове на суде перед тем, как был оглашен приговор над ним 27 августа 1980 года, Отец Глеб сказал, что своей деятельностью он лишь выполнял обязанности православного священника, и что благодарит Господа Бога за посланное ему испытание. Я считаю эти испытания большой честью и своим христианским долгом. В курантах номер 70 от 10 апреля 1992 года, страница 12, отец Глеб сам высказался по поводу его участия в политической жизни страны. Кавычки открыты. Сегодня у нас переходный период, и пока решается судьба всего общества, я думаю, мое участие в политической жизни вполне оправдано. Более того, это мой долг. Участвуя в работе парламента как народный депутат России, я прежде всего в меру своих сил постараюсь помочь церкви. Семь десятилетий тоталитарное государство подавляло церковь, порабощало ее. Теперь в новых условиях мы, государственные деятельности России, должны создать такие законодательные акты, чтобы церковь могла распрямиться, занять достойное место в обществе. Кавычки закрыты. Обнаружен и опубликован целый ряд других архивных документов, свидетельствующих о том, что многие иерархи Московской Патриархии одновременно являлись агентами КГБ, а отдельно наиболее перспективные агенты госбезопасности были продвинуты на руководящей должности Московской Патриархии в качестве иерархов. В этих публикациях приводятся отрывки из рапортов кураторов церковных, руководству КГБ, свидетельствующие о степени внедрения органов безопасности в церковную среду. Приведем здесь лишь одну запись за 1987 года. Кавычки открыты. Впервые в составе советской делегации принял участие в генеральной сессии ЮНЕСКО агент Адамант из числа иерарха РПЦ. Рассмотрено пять личных и рабочих дел на агентов территориальных органов, рекомендованных для продвижения в руководящее звено Русской Православной Церкви. Начальник 4-го отдела, полковник Тимошевский, ЦАКГБ, Л-356, из отчета 4-го отдела 5-го управления. Кавычки закрыты. Воистину, кадр решает все. Примечательно, что агент Адамант, сиречь митрополит Ювеналий, согласно обнаруженным документам КГБ, вместе с другими иерархиями Московской Патриархии и руководителем других конфессий в бывшем СССР, был удостоен грамоты КГБ СССР за многолетнее сотрудничество и активную помощь органам госбезопасности. В 1985 году, лист 51-й, подготовлены записки КГБ СССР о поощрении агента Адаманта Шугай В.И. Тимошевский. Раскрыта и агентурная кличка другого видного церковного агента КГБ Аббат. Эта кличка принадлежит высокопрещенному Петериму, митрополиту Волокамскому и Юрьевскому. В еженедельнике «Огонек» был разоблачен агент Антонов, митрополит киевский Филарет Тенисенко. Ему были посвящены три статьи. Их автор Александр Нежный заканчивает свою последнюю статью. Третье имя. Так, кавычки открыты. При рождении его блаженства нарекли Михаилом. При пострижении монахи дали имя Филарет. Третьим именем его назвали в КГБ. Кавычки закрыты. Вздумаемся. В значении этого третьего имени монах получает третье имя только при пострижении в великий ангельский образ. Схимнул. А его блаженство и его собратья по синоду это третье имя получили в КГБ. При пострижении, в кавычках, в агентурную службу Богобортической империи зла. Следует отметить, что третье имя будущий агент КГБ сам себе выбирал. И формально его получал. Ставя свою подпись на документы о сотрудничестве. Владимир Зелинский-Богословский развивает эту мысль так, в кавычках открыты. Там, где за именами с епископов в церкви прячется прозвище или кличка, она, то есть церковь, превращается в антицерковь, что требовалось устроителю этого спектакля. Потому что имя, среди прочего, еще и частица литургии, имя Божие, как и имя человека, «Когда на Великом Входе поминаются имена патриархов, правящего архиерея, служащего священника и всех предстоящих и молящихся, то в этот момент несколькими словами как бы собирается и озирается вся церковь. Здесь она предстоит Отцу, которого каждого знает по имени. Под этим именем Он призывает, помнит, ведет, судит, спасает нас. И независимо от нашей веры или неверия посылает нам в дорогу Ангела-Хранителя. Имеющему ухо слышит, да слышит, что Дух говорится к вам, побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень, и на камне написано новое имя, которое никто не знает, кроме того, кто получает Откровение 2 глава 17 стих». Ну и там, где вольно-невольно пародируется церковь, также происходит смена имен. Потемкин, Григорий, Аббат, Адамант. И такая перемена имени имеет свою опору в Писании. Тот же Апокалипсис говорит, «И не будет иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющийся звери и образу его, и принимающие начертания имени его». Откровение 14 глава 11 стих. Неужели же все Потемкины и Аббаты никогда не вспоминали, сердцем не слышали этих иоанновых слов, в кавычках, в скобках, сказанное в темноте? Русская мысль, 24 апреля 1992 года, страница 6-7. Парламентская комиссия выяснила, что бывший председатель патриархии в США архиепископ Климент, ныне Калужский, агент Топос, митрополит Воронежский Мефодий, до недавнего времени, скрывался за кличкой Павел, митрополит Филарет, Минский, Островский, покойный митрополит Никодим Ротов, Святослав, апатриарх Алексий II, Дроздов. Эта огласка, однако, нисколько не мешает им продолжать свои обычные занятия, совершать богослужения, исповедовать верующих, принимать послов и других видных иностранных вельмож, созывать соборы и синоды, осуществлять различные благотворительные акции. В своем слове о том, что нельзя лгать, Ава Дорофей писал, кавычки открыты, ни одна злоба, ни одна ересь, ни сам дьявол не может никого обольстить иначе, как только под видом добродетели. Апостол говорит, что сам дьявол преобразуется в ангела света, потому и неудивительно, что и слуги его преобразуются в служителей правды. На собрании студентов Московского государственного университета глава отдела внешних церковных соотношений церковного патриархата митрополит Смоленский и калининградский Кирилл, он же агент Михайлов, заявил, что факт встречи духовенства с представительным КГБ нравственно безразличен. Бюллетень прямой путь номер 1-2-1992 года. С этим высказыванием никак нельзя согласиться, никак нельзя считать нормальным и безвредным для церкви вмешательства в ее жизнь, какого бы то ни было государственного руководства, тем более богоборческого. Двух мнений на этот счет быть не может, а моральность такого положения очевидна. Кавычки открыты. Все церковное управление в течение полувека все важные решения московской патриархии ставились в зависимости от прихотей коммунистической власти и их опричников. Деятельность церковного и ГБШного руководства переплеталась столь причуденным образом, что церковь зачастую была вынуждена заниматься сыском и разведкой, а чекисты сугубо церковными делами. Этот вопрос не политический, но вероучительный, константирует Михаил Поздняев. Русская мысль 27 марта 1992 года. Парламентская комиссия Парламентская комиссия направила руководству Московской патриархии письмо 6 марта 1992 года, в котором в частности предлагается следующее, кавычки открыты. Илюстрация церковной агентуры могла бы быть жестким, даже жестоким, актом по отношению к церкви. И без того много пострадавшей. Комиссия считает, что лучше, если верующие сами найдут способ отечения от привнесенных антиконституционных элементов. Комиссия рекомендует внести в канонические гражданские уставы запрет на тайное сотрудничество ответственных работников церкви с органами государства, а также изучить предшествующую деятельность своих органов управления и международных отделов в свете соответствия этой деятельности конституционному принципу отделения церкви от государства. Со своей стороны, для устранения опасности использования церкви в антиконституционных целях, комиссия предложила внести поправки в действующее законодательство, вопрещающее привлекать священнослужителей к оперативно-розыскной деятельности. Однако добиться практического использования этого положения возможно только при запрете с обеих сторон и со стороны государства, и со стороны самой церкви. Комиссия выражает надежду, что русская православная церковь сможет преодолеть тяжелое наследие прошлого. Кавычки закрыты. Замечательная идея принять закон, воспрещающий привлекать священнослужителей к оперативно-розыскной деятельности. Попросту говоря, запретить доносительство. Но церковь уже ввела в свою жизнь такой закон канун более 1600 лет назад. На Оливийском соборе церкви в 313 году в 73 главе о доносительстве мы читаем. Кавычки открыты. Если кто верный был доносчиком, и через его донос кто-либо подвержится преследованию, или был убит, угодно, чтобы он не получал причастие даже при кончине, в некоторых списках, кроме как при кончине. Если бы было легче, через пятилетие он может получить причастие. Если он был оглашенным, то пятилетнее времени допускается на крещение. Перевод с латыни в книге Аста Конвилиорам Фуд Парсист 1715 года. Кавычки закрыты. Спустя год после Эльвирского собора другой собор церкви Арилатский принял еще один канул против доносительства, известный как 13 правило, кавычки открыты. А те, в которых говорят, что они выдавали священное писание или господские сосуды или имена своих братьев угодно было нам, чтобы всякий из нас, кто будет облечен из общественных актов, они многими словами был удален из числа Клира. А если будет обнаружено, что они кого-либо рукоположили и от тех, кого они рукоположили, дело прекращено, да и не вредит им и рукоположение. В некоторых списках да не прекращается их рукоположение. Архиерейский собор, заседавший в Свято-Даниловском монастыре в Москве, в апреле этого года вместо того, чтобы вспомнить и возвратить эти правила, восстановил создать комиссию по расследованию и публикации о связи церковных деятелей КГБ. Возглавив эту комиссию епископ Костромской и Голицкий Александр и в нее вошли семь епископов хиротонисанных в последние два года. Факт из недавних хиротоний был особо подчеркнут заявление о создании комиссии, дабы убедить общественность в их полной свободе от каких-либо связей с КГБ. Комиссия состоит из тех, кого патриарх и члены его синода возвели на высокую иерархическую ступень. Независимая газета сообщает 7 апреля 1992 года при утверждении состава комиссии был забаллотирован и в нее не попал архиепископ Литовский и Веленский Хризостом. Известны своей принципиальной политической позиции еще с января 1991 со временем попытки коммунистических переворотов в Литве кстати архиепископ Веленский и Литовский Хризостом в интервью об одном церковном агентстве КГБ сказал у нас в церкви есть настоящие КГБшники сделавшим логоокружительную карьеру например воронежский митрополит Мефодий агент Павел ПП он офицер КГБ атеист человек порочный навязанный КГБшниками Синод был единодушно против такого пископа но нам пришлось взять и на себя такой грех а дальше какой у него взлет стал митрополитом чуть ли не 10 лет распоряжался церковными деньгами миллионами был председателем хозяйственного управления и он никогда не любил независимых честных священников и не защищал их а только гнал русская мысль 24 апреля 1992 года страница 8 слава тебе не дочитал не проще ли патриарху его синоду вместо того чтобы создавать расследование над расследованием пометуя выше приведенные каноны против доносительства прямо и достойно ответить на поставленные вопросы и обвинения судя по резолюции Московского архиерейского собора об этих канонах и не вспоминали архиерей московской патриархии предпочитают вспоминать лишь то один род правил касающие послушания епископа был упущен исторический момент решительно осудить грехи доносительства лжесвидетельства которые вы стали нормой церковной жизни московской патриархии все эти факты из жизни московской патриархии вызывают в памяти страшное пророчество преподобного Серафима Саровского сказавшего кавычки открыты и будет время когда нечестивый архиереев нечестие архиереев русских превзойдет то нечестие архиереев греческих которое было во времена императора Феодосия Юнейшего и исполнится сказанное приближаются ко мне люди с ее устами своими и чтут меня языком сердца же их далече отстоят от меня но тщетно чтут меня уча учением западным человеческим Исаия 19 глава 13 стих слава тебе Боже наш слава тебе аллилуйя нечестивый